привет друзья достала свою чудо печку из своего схрона старинных своих гаджетов начистила гору картошки вот такую вот огромную миску так достала свое чудо помощницу которая поможет мне ее потереть хорошенько на мелкой терке так у меня есть вот такое шикарное мяско свининка и вот такое шикарное сальцо сальца я где-то возьму половинку на мяско все возьму еще почищу луковицу большую сразу на сковороду сейчас порежу кубиком сальца и пускай жарится все подготовлю чтобы она уже была готова к тому времени когда я натру картошки картошка не успела сильно потемнеть ну и есть пару моих секретиков нюансиков которые я вам обязательно покажу и расскажу все салка кубиками порезала сейчас понесу на сковороду в это время порежу мяско и лучок вот свои две последние луковицы остались сегодня какое у нас 2 июня видите еще свой лук так лука в этом году я посадила очень мало поэтому следующем году навряд ли так будет так сковородочка уже разогревается не все забрасываю сюда в сальцо щетка жарится на маленьком огонечке а я и дальше нарезать на это время у сальца воровала в курочку кто любит курочку от сала я ее просто обожаю так ну что друзья жалко тут жарится у меня я его периодически помешиваю обязательно нужно чтобы было сальцо которое вытапливает жирок вступить этот жирок пошел потом нашу бабку так следующее будет мяско кубиками потом лучок а в это время я иду тереть картошечку из картошечки я уже слила воду вот смотрите все что было под руками с планшет свою беру я тут кино параллельно смотрю детективчик и буду включать свою машину все картошечку опустила включаю так на что сюда уже мяско забросила посолить надо поперчить а есть тру картошечку скажу я вам тяжеловато идет дело потому что картошка не которая уже вяловато я такая поэтому лучше картошку брать не вялую но у меня уже погреб то теплый я ее уже все достала в гараж поэтому некоторые вялые попались тут все жарится друзья забрасываю лукок перемешиваю сама пойду делать наше основное тесто как я говорю покажу обязательно так друзья картошечка все готово перетерта сейчас присаливаю так вот аккуратненько разбиваю сюда яйцо одно так размешиваю все хорошенечко если какие-то кусочки от картошки попались и вам попадутся на глаз то можно достать например какие-то крупные а можно и не доставать они прекрасно пропекутся это не драница а это белорусская бабка настоящая шикарная такая как делала моя мама вот она меня научила так делать я ей так и делаю вот кусочек еще один попался ну достану на всякий случай чтобы мало ли что так сейчас что делаем дальше сейчас мы добавим муки тоже все делаю на глаз смотрите сколько у вас тут тесто ну где-то чтобы не было ни тугое ни резиновое чтобы не была такая каша добавлю две столовые ложки с горкой вот так вот любую муку можете положить любую какая вам нравится цельно зерновую рисовую я положила сегодня обычную захотелось именно такой бабки как была у нас в детстве всяких модных муков на рисовых у нас не было хорошенечко вымешиваем вымешиваем размешиваем так сейчас добавляем сметану одну ложку просто забрасываем вторую ложку не выбрасываем сметану кладем где-то чайную ложку без горки соды у нас сметанкой прекрасно эта сода загасится и будет красота можете положить разрыхлитель кто не хочет соду вот так вот размешиваю прямо в соде вот так вот в одном месте это все размешиваю размешиваю а потом размешиваю все вместе вот такая красота у нас получается папка будет пышная красивая поднимется будет просто супер так ну что судя по тесту я думаю можно еще добавить немножко муки чуть-чуть уже без большой горки ложечку и все мешаю ну что тут у нас все готово идем смотреть как там жарится наша самая главная добавочка смотрите салка мяско лучок все жарится когда лучок подрумянится будем отключать и все смешивать вместе аромат какой мяско сальцо лучок ой друзья это будет так вкусно так вкусно вы даже не представляете как это будет вкусно так в это время смазываю в нашу формочку кусочком сливочного маслица хорошенечко смазываю чтобы было еще вкуснее наша бабка так ну что друзья бегу к плите за нашей вкуснейшей начинкой когда мне надо включать чудо печку то у нас началась какая-то гроза на улице потемнело так смотрите какая красота я всю эту красоту выливаю в нашу бабку аккуратненько все ощущаем самая вкуснятина тут у нас ай какая будет вкуснота друзья сейчас размешиваю ложкой все хорошенько так хорошенечко чтобы начиночка наша распределилась равномерненько все перемешиваем и буду выливать нашу чудо печку и включать ее в розетку чудо печку поставлю на газовую плиту кто-то мне написал под видео с шарлоткой я уже не помню давно что надо ставить лучше на металлическую поверхность она там типа будет лучше прогреваться а то я обычно ее ставила на стол на доску деревянную ну сейчас поставлю на газовую плиту так все беру ковороду нашу и выливаю все сюда вот такая красота получается вот так вот хорошенько все распределяю ложечкой приминаю и ставлю выпекать что все поставила на газовую плиту включила и будем ждать я думаю за часик испечется уже возможности в моей печке можно не такие она уже староватая конечно но духовка у меня тоже такая не особо вроде начинает греться все ждем ну что друзья заглянем посмотрим что у нас там происходит с нашей бабкой посмотрите какая красота видите как она поднялась просто прелесть видите уже начинает сверху подпекаться еще подпечем минутах десять и все как раз будет часок ровно в это время саша поехал на лесопедику за сметанкой ну что друзья прошло час десять смотрим вау какая классная румяная корочка все отключаю чуть-чуть подостынет и будем пробовать ну что друзья будем пробовать эту красоту беру прямо вот так лопаткой лопаткой прекрасно себе отрезаю кусочек прямо как тортика как вам красота одной рукой не достать смотрите ничего не пригорело ничего не прилипло так красивенько досталось все идем пробовать ну что вот такая красота получилась сметанка тоже подъехала берем сметанку наливаем кто хочет со сметанкой кто хочет без сметанки я хочу вам сразу сказать другое что когда вы ее потом будете подогревать например лучше не в микроволновке а лучше брать отрезать кусочек и обжаривать со всех сторон на сковороде это будет очень вкусно до завтра она будет еще вкуснее чем сегодня ну что пробуем друзья это просто шедевр вот такая мягкая такая нежная попадающиеся кусочки мяска мягчайшие тают во рту друзья это так вкусно обязательно приготовьте по этому рецепту все как я вам показывала она такая пышная такая нежная такая вкусная вам не рассказать просто бомба так что напишите потом обязательно кто готовил кому понравилось кому не понравилось но я думаю она понравится всем очень вкусно все друзья вам желаю крепкого здоровья хорошего настроения успехов во всех ваших делах всем пока а я буду наслаждаться своей бабкой по маминому рецепту что я хочу вам здорово я буду мой 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 мой